Всем привет! И снова бурбон! На этот раз у нас раздел, так сказать, дешевых бурбонов, недорогих. Это бурбон под названием Kentucky Tavern. Вот так вот выглядит бутылочка. Я думаю, вы все его видели. Хотя, опять же скажу, как и с предыдущим бурбоном, не знаю, вышел уже обзор или выйдет. Вот Buffalo Trace бурбон был у нас на обзоре. Так вот, не такой уж он и известный, как оказался. По крайней мере, в наших краях он так же, как и тот. Этот продается вот в одной сети. Я только видел его. Больше нигде я его не видел. В Ашане? Да нет, в Ашане, по-моему, тоже нет. А может быть бывает, но крайне редко. В основном на сайтах и в одной сети, где я его и приобрел по цене 14 долларов. Ну, точнее, как обычно, я приобрел его чуть-чуть дешевле. Вот так его обычная цена в районе 14 долларов. За вот такую бутылочку. Это бутылочка 750, как обычно, стандартная американская мерка алкогольных напитков, бурбонов в частности. И количество алкоголя тут 40 оборотов. То есть, ну, в принципе, тоже обычное дело для недорогих бурбонов. Бурбонов from USA. Крайне мало информации по поводу этого бурбона. Известно только, что основателем был некий Джеймс Томас. Или Томсон. Основал он эту компанию в 1900 году. Ну, так сказать, зарегистрировал бренд. В начале 1900-х, там, 902-й, третий год. Вот. Но до этого компания имела очень тоже довольно большую историю. Компания называлась, и, по-моему, сейчас называется, ну, в принципе, не по-моему, а точно, Glenmore Distillery, Louisville, Kentucky. Вот. Эта компания производит этот бурбон. Да и не только его. Там очень много было, опять же. Она и банкротилась в свое время. Новые хозяева выкупили, потом продали, потом еще что-то. Ну, то есть, Санта-Барбара, как обычно бывает. На самом деле, повторюсь, информации немного о нем. Простенький бурбончик, как я понимаю. Ну, по крайней мере, внешний. Почему я на него никогда не обращал внимания? Я его видел неоднократно в магазинах, в магазине, в том, где я его приобрел. Ну, и проходил как-то, думаю, он, боже, ну, что, что, внешний вид, ну, какой-то совсем простой, ни о чем. Этикетка, простейшая закрутка пластиковая, никакого, никакой выграверки, ничего нету, думаю. Наверное, не очень бурбончик будет. Да и цена, в принципе, невелика, как вы понимаете. 14 долларов. Вот, поэтому не решался его брать, честно говоря. Ну, вот, так сказать, зашел под настроение, видимо, он мне попался на глаз. Я решил его взять, продегустировать и поделиться с вами своими впечатлениями. Информация, единственное, что нашел по поводу выдержки около 4 лет, как стандартно обычно, в бочках из американского дуба. Вот, давайте его дегустировать. Сегодня вот с такого Рокса будем дегустировать, типа, да? Ну, цвет. Цвет, прежде всего, хочу отметить, вот сейчас я, кстати, только это понял, довольно яркий, довольно яркий, не обычно для бурбонов американских. Ну, хотя, в принципе, в такой ценовой категории, наверное, это нормальное явление, но, 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 вот смотрите, он, я не знаю, на цвет пива, да, если вот сравнивать с чем-то, то на цвет пива похож. Такой желтовато, ну, как некрасиво, так сказать, цвета мочи, но вот, ну, по-другому, медовый, да, если хотите, я не знаю, мед, разбавленный с водой. Вот он и в бутылке так выглядит, и в стакане. Тело, 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 ну, в принципе, достаточно маслянистое, но не особо, то есть, пленочка есть, покрывает бокал, но ножки достаточно быстро стекают, не задерживаясь надолго на краях стакана. Вот, давайте носировать. Приятненький. Приятненький, сладенький. Ароматный такой. Нежная, знаете, сладинка. Вот не бьющая резко в нос, как бывает у бурбонов. Такая грубая кукурузная сладость, такая некая ванильность, да, тут вот как-то так воздушно, нежно, но в то же время отчетливо. Приятно, очень приятно. И причем необычная нота. Доселье, я ее не помню, в бурбонах. Тут какая-то фруктовая нотка. Ой, очень необычно. Сейчас начинаю внюхиваться, он начинает чуть-чуть более раскрываться. Ну, то есть стандартная, да, тема ваниль, сладость, сахарная такая, кукурузная. Лакокраска, ну, немного. И вот какая-то вот с кислинкой, фрукт с кислинкой какой-то. То бишь, может быть, цитрус, может быть, какие-то ягоды. Вы знаете, да, на ягоды похоже, на какую-то черешню, вишню, что-то в этом роде. Ой, очень необычно вообще. Знаете, на что похоже? Грубо сравнивать, но тем не менее, на вот пиво с ароматизаторами вот этим. Я его не пью, но нюхал, так сказать. У людей, которые употребляли, запах слышно. Типа бермикса вот такого что-то. То бишь, ну да, скорее всего, это вишня, либо черешня. Ну, такая очень сладкая, но с кислинкой. Необычно. Очень необычно для бурбона. Первый раз такое встречаю. Она не прям явно выпирающая, но она в числе доминирующих нот тут. Класс. Мне нравится аромат. Не спиртуозный, мягкий и приятный. Давайте пробовать на вкус. Ну, простоват, конечно. Простоват. Об этом и цена говорит. По вкусу. Ну, вот послевкусие некой бочки, наверное. Чуть-чуть специй. Ну, вот я так, вы извините, что шиворот на выворот. Да, но более отчетливо, сейчас я понял, именно послевкусие. Бочка немного вяжет, подсушивает. То бишь, танины. Табачок слегка. Хотя забыл это упомянуть. Прошлый мой обзор. Ну, прошлый, опять же, либо будущий. Буфало Трейс. Там вот отчетливо на послевкусие, потом уже я понял, присутствовали ноты табака, такого приятного. Трубочного, либо сигарного. Ну, не сигаретного, вот этого вот, дешевого. Вот. Тут есть эта же нота, но она менее, конечно, раскрыта. Легкость, сладость, мягкость, не спиртуозность во вкусе присутствует. Мед слегка, ваниль, карамель. Все стандартные ноты для базового, такого, ничем не отличающегося бурбона. Но аромат меня, ну, не то чтобы покорил, но очень даже такой интересный, экзотический, я бы сказал. Такая, да, странная. Кислинка, кислинка. Ну, и вот, все это завершает таким недолгим послевкусием бочки и каких-то специй слегка пряных. Пьется налегке, без напряга. Ну, и почувствовать, конечно, в принципе, посмаковать его так особо не получится. Можно, но особо не получится. Это все-таки вариант, наверное, больше вот из дешевых таких, которые можно пить шотами в рюмках, можно пить, ну, в принципе, в роксах таких, да, в стаканах со льдом. Я думаю, он зайдет на ура. Хотя, повторюсь, 40 оборотов он очень легко, очень легко пьется. Он не крепкий, не спиртуозный. Приятный бурбончик, он меня удивил. Ничего, конечно, вау тут нету, как вы понимаете. Но, тем не менее, ожидал я от него гораздо худшего, потому что уже мой опыт показал последние разы, когда брал я такого рода бурбоны, не особо популярные. И не, так сказать, ценовой категории ниже средней, то они меня разочаровывали. Этот, нет, этот вполне достойный вариант. Возьмите свои цены, он стоит. Но, повторюсь, ожидать от него чего-то, вау, типа, там, Мейкерс Марка, Вайл Токи, даже Джим Бима не стоит. Хотя, может быть, даже он в чем-то и выигрывает некоторые релизы Джим Бима. Ну, там другой он чуть-чуть, конечно. Он более сладкий, такой, более ликеристый. Тут, опять же, повторюсь, более он сухой и такой ненавязчивый, знаете. То есть, он приятный, легкий алкогольный напиток, назовем его так. Поэтому, своих денег он стоит, возьмите. Кто не пробовал, очень даже не дурной, не дурный бурбончик. Вот такой был коротенький обзорчик, ребятки. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем до встречи, удачи и счастливо. Чао.